Россия увеличивает шахедные атаки. Более полутысячи дронов в месяц для атак Украины – такой потенциал путинской армии. Минимум шесть российских заводов заняты собственным производством БПЛА. Не прекращаются поставки иранских шахед-136. Шесть тысяч дронов – план производства, который Путин приказал реализовать до 2025 года. Что может помешать РФ применить стаи БПЛА для налетов на украинские города? Разбираемся в этом видео. За последний месяц существенно увеличилось количество запусков России БПЛА типа «Шахед-136» против Украины. В ноябре их было 371, а лишь за 19 дней декабря – 319. В то же время выросла и статистика ущерба вражеских мопедов. 82,2% в ноябре против 87% в декабре. Об этом сообщил телеграм-канал Николаевский Ванек. Авторы пришли к выводу, что количество запусков будет однозначно расти. Но это не связано с увеличением объемов производства дронов, говорит военно-политический обозреватель Александр Коваленко. 23 декабря прошедшие Российская Федерация использовала по территории Украины в целом 347 дронов Камикадзе. Этот показатель, он такой же, как было использовано в ноябре, но при этом, за весь ноябрь, но при этом на сегодняшний день этот показатель ниже общемайского и ниже рекордного сентябрьского. То есть, по сути, сказать о том, что они как-то критически нарастили в Иране производство или критически нарастили производство в самой России, нет. Однако о том, что количество шахедных атак увеличилось и на бахмутском направлении, заявил спикер командования сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьё в одном из своих интервью. И отметил, что в среднем применение вражеских дронов на бахмутском направлении колеблется от 30 до 50 штук в день. Аналитики говорят, российская армия ежемесячно может получать около 300 дронов Камикадзе Шахет-136, часть из которых производится в Иране, часть собственного сбора. В России налажено производство дронов, но явно не крупносерийное, утверждают эксперты. В среднем 300 дронов Шахет-136 в месяц может производить Иран, исходя из данных показателей, что же до самой России, то Россия может 10-15% от этого количества своими силами производить, и то это тоже еще не факт. То есть где-то в среднем показатель прироста может составлять 350 плюс-минус 10-15%, опять-таки в зависимости от того, какие контрабандные поставки. Ведь запчасти, которые в этих дронах являются контрабандными, если есть поставка, то производство может достаточно развернуться. Если нет поставки, производство начинает проседать. Россияне все же громче заявляют о многочисленных предприятиях, которые производят разные виды БПЛА. Причем одно из них прямо в Москве, в центре беспилотных авиационных систем в индустриальном парке Руднево. О создании этой производственной площадки открыто заявил Дмитрий Медведев. 24 ноября 2023 года ему продемонстрировали производство ударных БПЛА вертолетного типа «Термит», которые выпускаются НПП «Стрела», входящие в группу компаний «Кронштадт». Медведев подчеркнул, армия РФ использует недорогие дроны и делает ставку на их количество, а производство налажено, цитирую, и в других местах. Площадки центра, в чем мы все с вами убедились, позволяют отечественным компаниям разрабатывать и проводить различные эксперименты, а также производить высокотехнологичные беспилотные авиационные системы. Используются недорогие дроны, причем в больших количествах. Задача в том, чтобы такое производство наладить, причем в максимально короткие сроки. Что, собственно, и делается здесь, на территории индустриального парка, и делается в некоторых других местах. В России как минимум шесть крупных предприятий, которые сегодня производят и собирают БПЛА, говорит аналитик Константин Криволап. По всей видимости, те самые другие места, о которых заявил Медведев, это в том числе первый завод по производству иранских БПЛА в 800 километрах к востоку от Москвы, в республике Татарстан, в экономической зоне Алабуга. Кроме того, что Россия продолжает закупать дроны у Ирана, именно с помощью Ирана строит этот завод по производству беспилотников. Об этом еще летом сообщили CNN, ссылаясь на представителей разведки США. Само акционерное общество Алабуга на 66% принадлежит федеральному правительству, а на 34% — республике. При этом санкции против владельца предприятия до сих пор не введены. Об этом агентство Reuters сообщило со ссылкой на доклад Института науки и международной безопасности. И завод уже работает ежемесячно, там готовы производить по 250 БПЛА. Планы разбиты на три этапа до 2025 года. До конца декабря 2023 освоить собственное производство фюзеляжа на основе иранской комплектации. Освоить собственное производство комплектаций для дрона «Герань-2». И с января 2024 по июнь 2025 выпустить тысячи шахедов. Плюс регулярные поставки из Ирана. 500-520, вот это вот то, что они в месяц имеют такую мощность и проверили свои логистические способности. Сейчас они увеличивают количество точек, с которых они могут запускать шахед. А раньше было три, сейчас уже там четыре, и думаю, что будет еще пятая. Тем временем россияне производят и FPV-дроны. Цеха обустраивают рядом с воинскими частями. В ноябре 2023 года в Курганинске Краснодарского края полностью выгорел один такой цех, где производили дроны-камикадзе для вооруженных сил Российской Федерации. Сгорели более сотни готовых дронов. Они в громадных количествах закупают китайскую комплектацию для Мавиков, третьих, Мавиков-Т. И радостно это все дело собирают, но это, ну как бы, невысокого технологического уровня. Это просто сборка, это не производство дрона. Китайцы, они, это тоже не является неисчерпаемым ресурсом. Сейчас идет, на всех рынках скупается вот эта вся комплектация для этих дронов, вот эти все контроллеры, электромоторы, различные блоки, антенны, правильные антенны, неправильные антенны. Сейчас скупается все. За время полномасштабной войны Россия использовала против Украины. Уже более 3 тысячи, 3 десятых тысяч шахедов подсчитали журналисты издания Пикнет. А пока, говорят эксперты, россияне больше озадачены проблемой того, что часть их дронов будут просто неэффективны после появления в Украине антидронового оружия следующего поколения. Сейчас будет, очевидно, следующий этап с нашей стороны. У нас сейчас очень активно развиваются все вопросы, которые связаны с антидроновыми ружьями. Сейчас появляется очень много разработок, ну скажем, антидронового оружия следующего поколения. Ну, это еще не лазеры, но это уже следующее поколение. Когда это дело появится, то тогда, соответственно, у россиян возникнут проблемы. У них будет много этих фпивишных дронов, но которые не смогут там нормально работать на нашей территории, наносить нам серьезное поражение. То есть это идет постоянная игра. Точность, мощность и прицельность такого оружия вполне способна обнулить часть стараний Кремля, масштабно атаковать Украину с помощью БПЛА. А что вы думаете об этом? Пишите в комментариях, делитесь этим видео с друзьями и подписывайтесь на наш YouTube и Telegram-каналы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!